Всем привет! С вами Борис. И сегодня мы исследуем один такой достаточно баянный объект. Это заброшенная кондитерская фабрика «Славянка». Заброшена она была в 2005-м, кажется, 2006-м по причине пожара и банкротства. Год ее основания вроде был 1944-й, то бишь еще при Великой Отечественной войне. И что нас тут ждет? Мы сегодня посмотрим администрацию, цех упаковки, он за мной находится. Потом мы посмотрим еще сегодня, пожалуй, вон в той стороне находится он. Это цех варки вроде бы. Ну и так еще посмотрим по мелочи, как здесь повезет. Ну и начнем мы, пожалуй, с исследования администрации. Ну ладно, я выдвигаюсь туда. Встречаемся там. Итак, вот мы, можно сказать, к зданию администрации и подошли. Как видите, это такое небольшое трехэтажное здание из кирпича. Ну и здесь практически, можно сказать, ничего нет. Ну и так, чисто для нас здесь побродить в ком не можно. Ну ладно, двигаемся вовнутрь. Так, 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 так. Пойди тихо. Да, тут уже растрескавшиеся стены. Граффити. Следы. Ну, след не такой свежий, слегка заметенный. Были примерно часа два-три назад здесь. Итак, мы попадаем на второй этаж. Пойдем. Ну вот, здесь мы попадаем в такую комнатку. Правда, непонятно у меня предназначение. Это ничего. Так, здесь у нас вот эти две комнаты. Это у нас были туалеты. Так, пойдем дальше. Что у нас тут? Тут у нас коридорчик. Здесь тоже коридорчик. Тут у нас, видимо, была тоже какая-то комната. Что-то типа хранения инвентаря. Ну или, может, склад какой-нибудь важной шняги. Дальше у нас здесь вроде гардероб был. Или, может, какой-то кабинет. Точно не знаю. Ай, жаль, конечно. Ну ладно. Пойдем дальше. Вот сюда. Что у нас есть тут? Тут у нас довольно-таки большая комната получается. Дальше тоже комнатки. Ну, это все, как говорю, была администрация. Вон Бухлова, как всегда. Вон тоже часть этой комнаты. Пожалуйста. Граффити всякие. Знаешь, у нас есть остатки обоих чуть-чуть. Так, здесь у нас, видимо, был какой-то санузел. Вон, что, посмотрите. Здесь кафель. Все обхерачено кафелем абсолютно. Здесь реально была какая-то душевая. Так, в эту комнату я не рискну идти. Так, пойдем дальше. Теперь мы пойдем вот сюда, в этот коридорчик. Так, здесь у нас опять же вот две маленькие комнатки. У нас, похоже, были под инвентарь. А здесь такая маленькая комнатенка, маленькая. Маленькая встроенная комната. Вот здесь то же самое абсолютно. Заглянем-ка мы сюда. Что у нас тут? Тут у нас вешалки какие-то. На гардероб это не похоже, если честно. Даже не могу сказать, что это полоса комнаты. Ну, видно, здесь уже немножко успели понаписать всякое дичи. Она-то чуть гарема, но это ладно. Так, если посмотреть вот в эту комнату, тут у нас в основном были такие, можно сказать, гардеробчики. О, кстати, винтадрама здесь. Не. Сатанистов мне тут не хватало. Ладно, если там, вроде, культ красных. Это еще и ребята мирные. Но если это голубые, то это, блядь, здесь надо валить со всех ног. У меня, конечно, при себе есть пистолет, но он страйкбольный. С него шишек не набьешь, как говорится. Он еще без аккумулятора и без шаров. Так. Пугач, можно сказать. Если что, надеюсь, подействует. Ну, не дай бог. Не дай бог, конечно. Так, мы перешли на третий этаж этого здания. Вон, с улицы здесь видна крыша, уже довольно-таки подгоревшая. Здесь уже повсюду довольно много граффити. Где-то есть, ну, не особо, но довольно-таки красивая есть, конечно. Правда, какие-то рисовачи тут уже успели поработать. Ой, вот тернам их, черт за яйца, честное слово. Нарисовать какую-нибудь хрень. Так, ну, здесь у нас тоже пустая комната. Многочисленные надписи повсюду. Вот, например, тут такая граффити находится. Вальница эта крыша, где зашел туда и сейчас громадея. Ну, в общем, тут так. Комнаты относительно небольшие, если так сказать. Так, ну, если глянуть здесь, тут вон у нас куча стрелинных бутылок. Ну, видимо, тут пневма отошмаляли. Бывает. Вон тот же граффити здесь находится, если видно. Так, немножко политики от каких-то чудиков. Не сидится мыть. Ну, ладно. Ну, ты шумел пекун, а ты так, можно сказать. Ну, ладно тогда, все. Париться не буду. Я сейчас пойду отсюда. Ну что, будем спускаться. Ну что, будем все дальше. Так, что забыл вам, кстати, показать. Вот здесь вот у кондитерской фабрики находится подвал. Ну, он там совсем маленький. Можно сказать, там ничего-то и нет. Ну, там одна небольшая комнатка. Ай, там смотреть нечего. Поэтому туда мы не пойдем. Так, ну что. Теперь мы встретимся в следующем цеху. Вот в том заходе. Ладно. Перехожу туда. Итак, мы на входе цеха. Вон тут граффити всякие, если видно. Заходим. Тут вон остатки труб. В общем, всякое находится. Можно сказать. Вон остатки плафона. Какое-то количество труб даже осталось. Железных. Удивительных пока их еще не спилили. Это ладно, хрен с ним. Мне металл вообще не интересен. Я думаю, что здесь что-то целое. Я посмотрю на все. Так, ладно. Посмотрим, что здесь помимо чьей есть у нас. Чтобы потом к этому не возвращаться. Тут небольшие комнаты находятся. Вон. Тут, скажем так. Вон. Как сказать. То ли, блядь. Цех был хранилища, то ли что-то непонятно. Ну, это ладно. Это все херня. Двигаемся дальше. Большой цех. Он вроде у нас считался то ли приготовительным, то ли упаковочным. Вроде это упаковочный цех. Вон. Если мы с вами вдали. Там. По-всякому бывает все. Вон. Такая хуенькая крыша. Граффити всякие. Вон вход в администрацию там. Здесь вот надо идти смотреть под ноги. Значит, здесь можно пропороть ботинок на ИЗе. Вон. К примеру, такими осколочками. Сейчас аккуратненько пройдем здесь. Это не хочу я перцы свои поганить. Так. Вот, кстати. Надо здесь быть внимательнее. Потому что с потолка свисает очень много железных штырей. Например, вот тот, который прямо по курсу. Если так не заметить, можно все глаз расхерачить. Вообще на ИЗе. Ну, это ладно. Посмотрим, что у нас есть. Ой, ёпта мать. Цепную реакцию запустим. Значит, дайте нашумил. Это ладно. Здесь тоже так. Маленький цех. Здесь вот тоже какая-то вроде меня администрация была. Но тут, как видите, уже все сгорело. Чертям. Туда я заходить не буду. Тут вон граффити всякие. Ну, и дальше так. Комнаты помел. А сюда нет смысла идти. К тому же там воняет дерьмом. Ну, ладно, похуй. Сейчас чуть-чуть пройдемся дальше. И потом выйдем на улицу. На открытое пространство. Сейчас показать, что здесь примерно находится. Граффити такие вот имеются. Вон, слоник даже есть. Детки, приходите. Здесь все есть. Здесь слоник. Есть оранжевый, блядь. Так, машина. О, проехали. Менты ехали. Специально фонарь заглушиваем. В общем, вот. Как-то вот так вот тут все выглядит. Ну, а теперь двигаемся назад. Вот у кого-то может сейчас возникнуть вопрос. Страшно мне сейчас или нет? Ну, сказать по-честному, нет. Не страшно. То, что, ну, блядь, сейчас время-то где-то 3.50. Ну, какие тут, какая-то местная шпана может быть часа ночи? Ну, считай, в 4 часа ночи. Ладно, бомжи могут быть, да. Может, какие-то там сатанисты или как там, ну, там другие вероисповедатели могут быть. Ну, а простые граждане здесь вряд ли будут. Это я тут один такой чудик. Ладно. Мы, так скажем, по-быстрому этот цех осмотрели. Теперь двинемся уже к другому цеху. Он у нас находится дальше. Сейчас я выйду во дворик. Вот тут, конечно, есть здание такое. Вот я на него встречу фонариком. Но сюда заходить нет смысла. Там просто горы мусора. Ой, ладно. Сейчас немножко пройдемся по территории. Интересное место на самом деле. Это кондитерка. Кстати, это здание. Можете увидеть его. Ну, сюда реально заходить смысла нет. Тут просто горы мусора. Толку никакого. Там, знаете, я не хочу вам показывать валяющиеся мусорные пакеты. Вряд ли это кому-то будет интересно. Скажем так. Ладно. Вот мы уже подошли. Так, так, так. Машина едет. Все. Проехала. Вот мы подходим уже к цеху варки. Насколько я помню. Кстати, очень интересная такая ночь. Вон, светит луна. Без фонарика мне все видно отлично. Ну, матрица камеры. Можешь, в принципе, передать этот свет. Но тут нужен более светосильный объектив. Ну, ладно. Вот, кстати, советую быть внимательней. Потому что в пути вам могут попасться вот такие вот нежданчики. Убли. Пойдешь такой ногой сюда хуйнешься. Улетел, пизданулся. Ой-бо-бо, как говорится. Так, ну что. Пойдем в цех. Надеюсь, тут нам бомжи или такие личности мешать не будут. Те, кто его знает. Ну, как бы я им стараюсь не мешать. Если он тут, конечно, есть. Раньше здесь была группа бомжей какая-то. Ну, сейчас вроде уже разогнали. Так, ну, хуй знает. Похоже на жилище. Каких-нибудь местных обывателей, скажем так. Вон, тут ну, не таки гореное помещение. Вот и, собственно говоря, сам цех варки. Здесь многое изменилось с того момента, когда я здесь был. Ну, вот здесь все было гораздо целее. Тут, как видите, уже эти копчики поработали, блядь. Уже, вон, кабель выкопали, можно сказать. Так, назло. Раньше здесь все было довольно-таки красиво. Не было так мусорно. Даже был кафель на стенках. Ай, я, может, если найду фотографию, покажу в конце видео. Ну, или при объяснении. Ай, ладно. Посмотрим сам цех. Вон тут по потолку в основном висят всякие железки. Вон, если можно заметить. Вон даже лампа, можно сказать, такая висит. Тут всякие символы написаны. Какие-то закрашены, блядь. Фух. Сейчас чуть не обоснулся. Думал, кто-то в белом капюшоне стоит. Ёпта мать. Вообще, страховка была. Хотел уже... Вот, я сейчас правой рукой камеру держу. Хотел сейчас отпустить уже, за пистолет взяться. Ну, ладно. Слава богу, воздержался. Ну, как видите, тоже цех довольно пустой. Я здесь, я помню, раньше находил документацию, что подтверждает, что это точно был цех варки. Документация глаголила о, скажем так, пропорциях веществ, ну, не веществ, а этих, скажем так, ингредиентов для сладостей. Реально, ребят, я вот не понимаю, зачем рушить объекты. Я понимаю, если у кого-то там, ну, держание мочи. Ну, блядь, купите вы себе боксерскую грушу и хуярите. Ну, не надо ломать заброшенные объекты. Возможно, их могли бы восстановить, но тут уже это восстановление вряд ли подлежит. Скорее всего, под снос пойдет. Ладно, сейчас тут еще поглядим, что есть. И пойдем. Еще помимо всякого на улице посмотрим и двинем отсюда. Так, на всякий случай. Что, хоть я и отбитый человек, но все равно, как бы я не хочу свою шкуру рисковать лишний раз. Кто же он тогда видосики пилить-то будет? Ну, ладно, это уже черный юмор пошел. Ну, блядь, никого, ничего здесь нет. Небольшие комнатки в основном тут. Куда у меня заходить, честно говоря, желания нету. Ладно. Я думаю, пора выходить из этого цеха. Ну, потому что здесь реально, ну, блядь, ребят, правда, ничего нету. Ну, только вот граффити какая-то есть. Ну, сейчас, если отойду, покажу еще раз. Ну, я думаю, ее уже заметили. Вот, граффити. Такая уличного... Уличного стиля как-то так. Правда, не понимаю, какие буквы здесь написаны. Ну, ладно. Он, походу, остов из-под станка какого-то. Здесь вот такая битонная херовина стоит. Ладно, будем выходить уже на улицу. В конце концов. Ну что, пойдем. Значит, вот где вы сейчас видите завалы, вот эти вот. Здесь раньше находились небольшие ангарчики и гаражи для местного транспорта. Скажем так. Вроде раньше здесь находились даже ангары другие. Там вроде даже противогазы лежали. Но на тот момент, когда все это было, я еще был молокососом, бегом с пистолетиком на дворе, гонял мяч и девок за косы дергал, скажем так. Совсем был мелкий. Едут. Едут. Жигулика это гражданская шестерка. Ладно. Пойдем посмотрим дальше. Что тут такого есть? Тут, если посмотреть, тоже такие бетонные осколки повсюду. Вон. Тут уже мусор начинается. Здесь немножко свалку организовали наши местные силы домоуправления. Вон. Видно здесь. Так. Вот. Это была, скажем так, проходная. Я еще помню, уловил на тот момент, когда она была целой. Вот. Даже фотографии вы можете видеть сами. Зимой 2014 года и осень 2013 вроде бы. Ну, ладно. Двинем сейчас, посмотрим, что здесь у нас есть в этих зданиях. Здесь вроде у нас к этой фабрике прилагался даже этот собственный магазин этих самих изделий кондитерских. Ну, чтобы там не драть не было никакой драчни. Ох, ебте мать. Не, ну, ребята, это пиздец. Это, блядь, свалка. Ебнуться можно, а? Вот что за люди, а? Срут там, где живут. Число. Ну, пойдем еще чуть дальше. Посмотрим, что тут есть такого. Ну, в основном так, ничего интересного. Такие уже, можно сказать, разваленные здания, в которые я сейчас очень не хочу заходить, потому что видно, здесь горелая крыша. Ну, правда, не хочу я сейчас рисковать. Ну, нахер мне надо. Такое счастье, если я зайду, там, блядь, потолок рухнет. Ну, нафиг. Я еще жить хочу. О, ты смотри, следы, походу, свежие. Трудно сказать. Надпись 33-й кей. Я очень часто встречаю такие надписи. 33-й кей, атомс. То ли это какие-то группировки, там, какие-то ребяческие, можно сказать, или что-нибудь типа такого. Вон, кстати, тут можно увидеть тоже развалины гаражей. Вот они. Это я не знаю, что тут за здания были. Вон. Кстати, там вот что-то интересное есть. Мы сейчас посмотрим. Какой-то ящик. То ли из-под противогазов, то ли из-под чего. Вот непонятно. В общем, ладно. Посмотрим, что здесь есть. Чисто так, глазком глянуть. здесь вот поддоны находятся. Это какое-то здание. Видимо, какое-то было хранилище. Ну, всякое. Здесь, может быть, кто спорит. Ладно. Думаю, надо потихоньку отсюда уже чапать. Хотя можно тут еще что-нибудь наверное показать. О, сарайчики вон даже какие-то сохранились. Вон тут уже, кстати, забор сам находится. Тут вон даже какие-то сараи есть. Сейчас даже гляну. Вроде тихо. О, какой-то покосившийся деревянный сарай. Правда, непонятно, что тут такое было. Вот правда. то ли курятники, блядь, то ли что. Это непонятно. То ли вообще ой, ёпту мать. Там будка находится собачья. Ну, видимо, тут эту сторожевую собаку держали. Скажем так. Вон еще какие-то сараи, блядь, мелкие. Ну, даже, наверное, нет смысла туда идти. Уже, наверное, ничего интересного там и нету. Ну, в принципе, вот практически все. Останусь смотреть одно здание, где находится, скажем так, эта такая гора мусора. правда, не хочу вам показывать. Там свинарник жестче, чем вот в здании, которое я вам недавно показывал. Вот я на него свечу фонариком, да, фокусом. Фонарик уже потевший, слабовато видно, но все равно. как видите, ничего особо интересного. Наверное, мы уже все-таки реально не пойдем в то здание, которое вот, ну, скажем так, где гора мусора находится. Наверное, я уже буду оканчивать свой сталк. Хотя, в принципе, можно еще так, чисто показать сгоревшую проходную. Если что, у нас сгорел, мы здесь раньше еще бомж жил, тут она была заколочена, но потом, как видите, все чутка подгорело. Упс. Блядь, я показал, что, наверное, кто-то есть. Да ладно, это хуйня все. Вон, если посмотреть вовнутрь, вон, тут сколько всякой хиромантии. Вон, мешки, блядь, всякой хуйни тут. Ну, ладно. В принципе, я вам, можно сказать, всю кондитерку показал. Сейчас, пожалуй, небольшое послесловие. Ну, вот, в принципе, и все. Показал я вам эту заброшенную кондитерскую фабрику. Согласен, объект неинтересный, больше баянный, ну, все-таки довольно часто, скажем так, заходят потусить, выпить. Ну, вы видели сами там бутылку спутбухла. Раньше было реально здесь интересное место, пока все не разнесли. Даже вот забор, который за мной находится, он раньше был целый. На нем колючая проволока была здесь, вот, на самой проходной. Была большая металлическая арка. Думаю, вы на фотографиях ранее заметили, что она есть. Ой, вот, проходная была целая. Много чего было цело, но теперь все разнесли. Ладно, я на этом буду уже свой сталк оканчивать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Ну, и что сказать. До новых вылазок, до новых встреч. Продолжение следует...